Тем временем страна вновь сказала нет повышению пенсионного возраста. В субботу прошла третья волна всероссийской акции протеста. Митинги, организованные коммунистами, состоялись в сотне городов. И по оценке лидеров Компартии, этот этап акции оказался более масштабным. Люди протестовали даже в райцентрах. В Омске акция протеста собрала более двух тысяч человек. Неравнодушные к своему будущему амичи пришли на площадь КСКК имени Блинова. Правительство пора остановить, считают они. Это уже невозможно терпеть, когда прекратится постоянное засовывание своего рыла в народный карман. Когда вот этот беспредел бездумный, вместо того, чтобы поднимать свою экономику, обеспечивать людей рабочими местами, постоянно тянуть все это из народного кармана. Троечники у власти, такие как Мутко, как наши Силановы, Кудрины, которые даже не представляют откуда берутся деньги пенсионные, они даже не знают, что есть такой общественный сектор экономики, который, в свою очередь, выходит из государственного сектора экономики, который они разбазарили и растянули по своим карманам. В Санкт-Петербурге, несмотря на дождь, собралось более тысячи человек. Организаторы признали, что волнуются по поводу безопасности протестующих. Ведь 9 сентября полиция Петербурга применила к людям, вышедшим на улицы грубую силу. Арестовала сотни человек. Но, несмотря на это, северная столица не перестанет протестовать против антинародных реформ правительства. И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. На митинге в Екатеринбурге говорили не только о пенсиях. Еще одна тема – ситуация, сложившаяся на втором туре выборов в Приморье. По мнению выступавших, итоги единого дня голосования и последующие события показали – власть находится в кризисе, и эту ситуацию нужно использовать. На митинге в Челябинске люди заявили, что готовы вновь и вновь выходить на улицы. Так называемая пенсионная реформа не устраивает их ни в какой форме. В Челябинской области, например, мужское население умирает в 63 года в среднем. А нам предлагается выходить на пенсию в 65. Это значит одно, что больше половины людей просто не доживут до этой пенсии. Поэтому она и называется «Людоедская реформа». Настроение на митинге в Абакане было победным. Накануне глава Хакасии единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура губернаторских выборов. Его соперник, кандидат, коммунист Валентин Коновалов призвал земляков не отступать, продолжать борьбу. Я уверен, что нам с вами удастся добиться сохранения всех пенсионных льгот и гарантий, которые были завоеваны еще в советское время. И я думаю, что вместе мы с вами победим. Москва собрала на митинг против пенсионной реформы десятки тысяч человек. Все они пришли еще рассказать решительное «нет» людоедскому законопроекту и потребовать от правительства и президента отказаться от реформы. Я благодарю страну за поддержку. Да здравствует наша тысячелетняя держава. Да здравствует социалист. Да здравствует трудовой народ. Фракция КПРФ в Государственной Думе продолжит бороться за права граждан России. Коммунисты намерены добиться введения моратория на повышение пенсионного возраста до 2025 года. Однако без поддержки народа все инициативы Коммунистической партии могут быть сведены на «нет». Поэтому, по словам депутата Госдумы Александра Кравца, главное продолжать отстаивать свои права, а не занимать позицию стороннего наблюдателя. Поэтому хотите быть ограбленными – сидите дома. Хотите быть дураками – сидите дома. Хотите оправдать свою лень, бездействие, трусость – сидите дома. А если вы граждане, если вы люди, если у вас есть достоинства – выходите. Выходите вместе с остальными и отстаиваем свои права. Потому что больше всего власть боится сплоченного, организованного народа. Алла Анодина, Александр Филиппов и Григорий Бадьянов, Обком ТВ. И, как стало известно накануне, Думский комитет по труду рекомендовал к принятию во втором чтении проект пенсионной реформы с учетом поправок президента и Единой России. Второе чтение назначено на 26 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok